Решение задач по теме «Ядерные реакции. Радиоактивность. Закон радиоактивного распада». Вопросы для самоконтроля. Что определяет атомный номер химического элемента в периодической системе элементов Менделеева? Что такое массовое число? Как определить число нейтронов в ядре? Что называется дефектом масс ядра? Объясните причину его возникновения. Что такое энергия связи ядра? Как она определяется? Что определяет удельная энергия связи ядра? Что называют ядерными реакциями? Что называют радиоактивностью? Сформулируйте правила смещения для альфа-распада. Сформулируйте правила смещения для бета-распада. Что называют периодом полураспада радиоактивного вещества? Что он характеризует? В чем заключается закон радиоактивного распада? Каков характер этого распада? Если вы знаете ответы на поставленные вопросы, можно перейти к решению задач. Пример 1. Найдите число нейтронов, содержащихся в ядре изотопа атомолития, изображенного на рисунке. Для характеристики ядра достаточно знать зарядовое Z и массовое A числа. Для обозначения атомного ядра X, A, Z применяется такой же символ, как для соответствующего химического элемента. Число протонов в ядре называется зарядовым числом, атомным номером и обозначается буквой Z. Общее число нуклонов называется массовым числом и обозначается буквой A. Массовое число равно количеству протонов и нейтронов в ядре. Следовательно, чтобы найти количество нейтронов, надо от массового числа A отнять зарядовое число Z. Таким образом, нуклит лития-8-3 содержит 5 нейтронов. Ответ задачи N равно 5. Пример 2. В радиотерапии для разрушений опухолевых клеток применяют радиоактивный тербий, который получают косвенным методом, в результате ядерной реакции и радиоактивного распада. Какая частица Y вылетает при радиоактивном распаде? Для записи ядерных реакций необходимо знать законы сохранения массового А и зарядового Z чисел. Запишем закон сохранения массового числа А. Из данной записи следует, что А равно 149. Запишем закон сохранения зарядового числа Z. Из данной записи следует, что Z равно 66. Далее воспользуемся периодической системой элементов Менделеева. Из данной таблицы мы находим, что искомый элемент с зарядовым числом 66 и массовым 149 – это диспрозий. Записываем реакцию распада диспрозия. Далее опять применяем закон сохранения массового числа. Из данного закона следует, что А равно 0. Записываем закон сохранения зарядового числа. З равно 1. Таким образом, неизвестная частица Y – это позитрон, античастица электрона. Ответ задачи. Частица Y – это позитрон. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Пример 3. В недрах звезд осуществляется термоядерная реакция синтеза ядер. Какое количество теплоты выделится в этой термоядерной реакции? В условии задачи запишем реакцию синтеза ядер гелия из ядер дейтерия. Массы частиц участников данной реакции запишем в атомных единицах массы. Количество теплоты Q будем искать в единицах SI, в джоулях. Поэтому в условии задачи запишем также и скорость света С. Посчитаем массу частиц, вступивших в реакцию. Узнаем массу частиц после реакции. Посчитаем дефект масс реакции. Как мы видим, ответ получается со знаком минус. Это говорит о том, что реакция идет с выделением теплоты. Энергию реакции Q будем искать по формуле дельта М, умноженное на С в квадрате. При подстановке дефект масс дельта М умножим на число 1,66 на 10 в минус 27 степени кг. Это значение атомной единицы массы в килограммах. После вычислений получаем ответ Q равно минус 1,82 на 10 в минус 12 степени джоуля. Знак минус говорит о том, что энергия в реакции выделяется. Пример 4. Определите энергию связи ядра изотопа азота. Массы нейтрона, протона, электрона и нейтрального атома азота записаны ниже в атомных единицах массы. Записываем сокращенные условия задачи. Энергию связи будем искать в мегаэлектрон вольтах. Записываем формулу для расчета дефекта масс. В данную формулу входит масса ядра. Однако по условию задачи нам известна масса атома. Поэтому от массы атома мы отнимем произведение зарядового числа Z на массу электрона. Таким образом масса ядра нам известна. В формулу дефекта масс подставляем численные значения. Энергию связи находим как произведение коэффициента 931,5 на дельта m. При этом результат получается в мегаэлектрон вольтах. Таким образом ответ задачи энергия связи равна 115 мегаэлектрон вольт. Пример 5. Полоний-210, период полураспада которого 138 суток, используют в виде сплавов с другими металлами для производства мощных и компактных источников тепла, применяемых в кораблях, исследующих Арктику. При распаде полоний-210 образуются ядра стабильного свинца 206. Какая масса свинца образуется в таком источнике тепла, помещенном на корабле, за время его плавания продолжительностью 414 суток, если начальная масса полония в источнике 8,40 на 10 в минус 6 степени килограмм? Запишем сокращенное условие задачи. Согласно условию задачи, нам нет необходимости определять вид распада полония. Однако, нетрудно догадаться, что это альфа-распад. Таким образом, в условии задачи вместо многоточия можно записать альфа-частицу гелий 2,4. Запишем закон радиоактивного распада. В данный закон подставим численное значение для периода Т большое и для времени дельта Т. В результате расчетов мы получим, что количество оставшихся ядер равно отношению n нулевое к 8. Следовательно, количество распавшихся ядер составляет 7 восьмых от n нулевое. Для дальнейшего решения задачи введем коэффициент k, равный отношению атомных масс полония к атомной массе свинца. Таким образом, по истечении трех периодов полураспада, масса получившегося свинца будет составлять 7 восьмых от первоначальной массы полония, деленная на введенный нами коэффициент k. После подстановки численных значений мы приходим к ответу. m равно 7,21 на 10 в минус шестой степени килограмм. Для решения рассмотренных задач необходимо знать теоретический материал, изложенный в параграфах с 35 по 39 учебного пособия по физике 11 класса. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...